В связи с тем, что количество людей, которые стали играть в РДО, выросло, появляются все одни и те же однотипные вопросы. В этом видеоролике я разберу самые популярные вопросы и отвечу на них и покажу, что как делать. Разделю это видео на два блока. Блок первый будет посвящен отряду, лагерю, друзьям, как вступить в отряд, для чего нужен отряд, максимальный отряд и так далее. Самые основные и глупые вопросы, которые возникают у всех новичков, по которым нам приходится отвечать по 10-15 раз на дню. В Дискорде, разумеется, наша банда, вступайте в нее и этот ролик скорее для них. И вторая часть видео будет посвящена вопросам общего характера, как заработать золото быстро, как взять вторую кобуру и так далее. Начнем вот с чего. Вы попали к нам в Дискорде. В нашем Дискорде, да и в принципе в любом Дискорде, есть раздел, называется «Ваши ники». Вы заходите в комнату и видите, в отряде сидит 5-6 человек и кто-то говорит «Пойдемте на мешки», «Пойдемте на тележку», «Пойдемте делать баунти» и так далее. Вы смотрите ник этого человека, который говорит о том, что он ищет людей, смотрите его во вкладке «Ваши ники», либо он вам говорит свой ник игровой, вы добавляете его в социал-клабе «Друзья». Надеюсь, как добавлять в социал-клаб «Друзья» у вас нет такой проблемы. Далее, вы добавили его в «Друзья». Что делать? Нажимаете «Ль» английское. Дальше нажимаете «Игроки», он у вас в «Друзьях» уже есть. Ищите его в «Друзьях», наводите на него мышки и нажимаете «Присоединиться к сеансу». Вот сейчас эта вкладка загорится и вы присоединяетесь к нему к сеансу. Вы попадаете с этим, с игроком, вы будете с ним максимально близко находиться, после чего вам надо будет вступить к нему в отряд. Также нажимаете «Ль», «Отряды» и ищите его отряд. Наши все отряды, наши банды, они всегда открыты и вы в любой момент можете вступить в его отряд. Один раз вступили в его отряд, вышли из игры, потом сможете вернуться к нему сразу в отряд. Если вас кикнули из отряда, не переживайте, вас вернут обратно, просто количество мест в отряде ограничено. Далее. Таким образом вы попадаете к человеку в отряд. Что делать после того, как вы попали в отряд? После этого лидер отряда запускает миссию, и эта миссия распространяется на всех членов отряда. Что бы он ни сделал, баунти, миссия в общей сессии, перевозка грузов, да не важно, даже помощь незнакомцу, все равно это засчитывается как его миссия. Теперь поговорим по поводу отрядов. Всего максимальное количество отрядов, в которых вы можете находиться одновременно, их 5. После того, как вы были в 5 отрядах, и вас, предположим, позвали куда-то в 6, вам надо выйти из какого-то отряда. Не переживайте, вы сможете в него вернуться. Вот, допустим, вы выходите из этого отряда, нажимаете настройки, выйти из отряда. Таким образом, у вас получается, что вы можете еще в какой-то отряд присоединиться. Бывают ситуации, когда вы создаете свой отряд. Вы создаете либо временный, либо постоянный отряд. Временный, вы зашли в игру, вышли, и он пропал. Постоянный, вы зашли в игру, вышли, и он остался. Отряд бывает на 4 человека и на 7. Количество людей зависит от размера вашего лагеря. В большом лагере, соответственно, у вас 7 человек. Вы заходите в отряд, нажимаете его пересобрать, и вы автоматически пересобираете отряд. Важное отступление. Если вы нажмете на настройки и нажмете распустить отряд, ваш отряд исчезнет навсегда. И 200 долларов, которые вы потратили на его создание, автоматически пропадут. В этом случае, для того, чтобы вступить кому-то другому в отряд, вам надо нажать покинуть отряд. Таким образом, вы сможете вступить кому-то в отряд, и ваш отряд будет все время постоянно. То есть, вы сможете все равно в него вернуться. Когда вы захотите. Вы пересобрали отряд, у вас 7 человек. И, соответственно, все 7 человек могут зайти. Бывает такое, что в отряде просто нет места. И пишут, в этом отряде нет места еще для активного члена. Что в этом случае делать? Вот у вас есть текущие участники. Нажали Е, и вы увидели остатки всех участников, которые когда-либо были в отряде. То есть, эти люди могут спокойно в любой момент своего времени просто ворваться к вам в игру, когда ваш отряд собран. Для того, чтобы освободить место, надо тыкнуть на участника. То есть, еще раз, все участники. Надо тыкнуть на участника и нажать, исключить из отряда. Таким образом, человек покидает ваш отряд. Но вы всегда сможете вернуть его обратно. Это делается для того, чтобы 7 человек ваши, если вы перевозите, допустим, товары крипсов, и вам надо 7 человек, чтобы вы их могли всех взять, те, кто сейчас находится в онлайне. Как я уже говорил, вы можете максимально быть в 5 отрядах. Если у вас 5 отрядов, и вы пропустили, и хотите вступить в 6-й, вам напишут, что вы, вот здесь внизу, напишут, что вы состоите уже во многих отрядах. Будьте внимательны. Далее мы, соответственно, переходим ко второму блоку рассмотров самых вопросов, часто задаваемых. И первый вопрос, это как раскручивать пистолет. Достали пистолет, нажали два раза кнопку «Тап». И если у вас открыты трюки по прохождению миссии охотника за головами, вы сможете делать определенные фишки. Так как у меня еще не 20-й уровень охотника, два пистолета раскручивать я не могу. Далее. Вопрос, где фармить золото лучше всего. Тут я думаю, что самый лучший вариант для фарма золота, это охотник за головами. За него дают от 0.16 до 0.30 с нитков золота. 0.10. И таким образом вы сможете нафармить себе на торговца, не снизу к столу крипса, либо лицензию самого охотника. Далее. Второй по списку идет самых быстрых способов фарма золота. Это ежедневные испытания. За прохождение серии ежедневных испытаний, ваш прогресс увеличивается множить в цене. То есть сейчас на данный момент каждое испытание дает на 0.4 сливка золота, которое я завершу. Для того, чтобы этот прогресс не обнулялся, надо делать хотя бы одно задание из списка. После того, как вы откроете роль, у вас появятся и дополнительные ежедневные задания, связанные с ролями. Таким образом, переключать эту вкладку Q или E. Вы смотрите свой прогресс и видите, что множитель работает по истечению всех 7 ежедневных заданий. За сегодня я получу 1.2 сливка золота. Задание делать легко. И тратится на время где-то в среднем около часа в день, чтобы выполнить все 7, иногда больше. Чтобы выполнить одно задание, достаточно потратить 10 минут. Потратили и все, можете уже этим не заниматься, множитель поработает. Не обязательно выполнять все. Следующий часто самый задаваемый вопрос, это как заработать быстро опыт и прокачать ливилл. Самый действенный метод, который требует минимум усилий и максимум отдачи, это фарм мешков. Что такое фарм мешков? В отряде в лагере Крипса заканчиваются припасы и он дает задание на доставку этих припасов. Таким образом, получается, что вы можете в команде из 4 человек и более получить 2000 опыта или прокачать один уровень торговца за 15 минут. И в этих заданиях могут дать и тележку. Тележку надо взорвать или не выполнить это задание, а просто выйти из сессии и зайти по новой. И тогда задание обнулиться, но проще взорвать тележку. После чего вы ищите задание, когда вам дадут миссию на поиск мешков. 4 мешка, каждый мешок по 500 экспы. Таким образом, можно прокачать ливилл быстро, выполняя эти задания в нашем дискорде, так как они делаются очень-очень часто. 5 заработок денег. Раньше до выхода ролей актуально было всякие охоты, рыбалки и так далее. Сейчас с выходом ролей это уже не актуальный и актуальный заработок. Это либо роль коллекционера с картами, можете найти в нашем дискорде, в разделе полезное. Либо сопровождение каравана. Мы в чате пишем о том, что караван будет через 10-15 минут, и вы за сопровождение каравана, чтобы нас не ограбили другие игроки в сессии, получаете 312 долларов за 15-20 минут игрового геймплея. Тут стоит сделать небольшую ремарку. Иногда во время путешествия каравана не всегда есть место на всех членов команды, поэтому желательно находиться в дискорде. Не обязательно, конечно, в нем сидеть 24 на 7, но видеть сообщение в чате о том, когда будет следующий караван. На мой взгляд, самая лучшая миссия для фарма в свободном режиме, это торговый путь, за который вы получаете чистый товар. Это яйцо кондора, за которое при находке его вы получите 1000 долларов. И облава. При поимке преступников вы получаете опыт охотника. По карте можно путешествовать автобегом. Это означает, что вы можете заниматься своими делами, изучать карту, изучать свои способности, возможности. Для этого надо во время движения по точку маршрута зажать V английскую, перейти в кинорежим или режим, не знаю, режиссера. И далее лошадь поедет по своему маршруту, который вы ей выставите. Можно управлять скоростью лошади, нажимая shift или control и так далее. Если нажать escape, прогресс и достижения, можно увидеть достижения, которые вы сделали в игре. За обнуление этих достижений вы получаете 0,4 золота. Имейте ввиду, обнулять достижения нужно 10 раз. Ну а на этом все. Ролик получился длительным. Надеюсь, он вам поможет многим. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Мы всем рады. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok